Почти 100-летняя история фарфора в Музее промышленности и искусства. Там открылась выставка, в основу которой легла коллекция посуды, выпущенная на крупных частных заводах товариществом Матвея Сидоровича Кузнецова. Эту династию по праву называли фарфоровыми королями страны. Отличительным признаком кузнецовского фарфора является великолепное исполнение, прекрасный товарный вид, изящный декор, краски, как правило, яркие и глубокие по тону, великолепное позолото, но и, кроме того, глазой имеет равномерно яркий блеск. Ну и, разумеется, все изделия кузнецовских предприятий маркированы, и обязательным условием подобного маркирования является исполнение фамилии Кузнецовых. Глядя на эти чашки и блюдца, чайники и молочники, можно проследить трансформацию стиля, который начинался с подражания ампирному фарфору конца 18 века, посудной формы переда эклектики, а затем модерна. На выставке можно даже увидеть сервиз, который относится к так называемому декадентскому фасону. Это очень крупные, выпуклые, приближенные цветы, такие как лилия, что характерно в росписи, повторяющие мотивы символизма. Константин Бальмант воспевал в своей поэзии «Бледные лилии», которые можно увидеть и на наших сервизах. Также ивановцы смогут увидеть изделия, которые производили на бывших кузнецовских фабриках в Твери, Волхове, Рыбинске, Дулево после национализации. В первые десятилетия советской власти был популярен массовый агитационный фарфор. Такая посуда украшена текстами, лозунгов, портретами деятелей революции и в основном выполнена в технике деколь и трафарет. Есть даже авторские работы, которые расписывали профессиональные художники Губанов-Овчинкин. Кузнецовский фарфор был доступен всем слоям населения, начиная от столичных предпринимателей и чиновников, заканчивая небогатыми городскими и деревенскими жителями. Пожалуй, в каждой семье и сейчас найдется посуда, выпущенная на фабриках кузнецовых, качество и красота которой никого не ставляют равнодушными. Любовь Почерникова, Андрей Символков, РТВ, Иваново.